Сколько жира любит наш желчный пузырь? Да, действительно, самые желчегонные продукты – это продукты, в которых как можно больше жира. Вопреки стереотипу, любая еда и даже теплая вода провоцируют отток желчи. Но все-таки жирные продукты больше всего это делают. Поэтому крайне нежелательно полностью исключать продукты, содержащие жир, из своего рациона. Давайте же рассмотрим вторую крайность. Что будет, если мы будем есть, наоборот, слишком много жирных продуктов, жареных, копченых? По идее, вроде должно быть все хорошо, будет отличный отток желчи, но на самом деле не все так замечательно. Когда мы едим много жирного, также это провоцирует застой желчи. За счет того, что желчь становится более густой, и за ночь, пока мы спим, там могут образоваться даже хлопья. Вывод – нежелательно не есть жирного, а также нельзя переедать жирных продуктов. Во всем должна быть мера. Жареные яйца – это вредно, вареные – не так вкусно. Как выходить из этой ситуации? Берем хорошую сковородку с хорошим антипригарным покрытием. Не льем туда никакого масла, потому что основной вред при жарке яиц от того, что там жарится масло. Можно их взбить, я лично взбиваю только одно. Накрываем крышкой и включаем небольшой огонь. Блюдо готово, не прилипло, не пригорело и при этом не навредит нам. Рекомендую сочетать с гречневой кашей и овощным салатом на льняном масле, чтобы получить максимальную пользу от этой жизни. И запомните, чем проще еда, тем меньше вероятность, что вы съедите лишнего. А чем реже вы будете переедать, тем дольше проживете. Не заливайте овсянку просто кипятком, так вы не получите от нее никакой пользы. Мы не птицы и у нас нет ферментов, которые расщепляют нетермообработанные злаки. Когда вода закипает в чайнике, она имеет температуру чуть ниже 100 градусов. Когда мы ее заливаем в тарелку с овсяными хлопьями, она становится еще холоднее. Такой термообработки недостаточно, чтобы компоненты овсянки усвоились у нас в кишечнике. А когда производители пишут на упаковке не требуют варки, они просто апеллируют к вашей лене. И таким образом обходят добросовестных конкурентов. Овсяные хлопья нужно варить хотя бы 5 минут, так вы получите всю пользу, которая хранит в себе эта крупа. И не важно, какие именно это будут хлопья, или геркулес, или хлопья экстра, в любом случае желательно их варить не менее 5 минут. И напоследок подумайте, если бы злаки усваивались без должной термообработки, то у людей было бы куча блюд из сырой муки. Подавляющее большинство людей, проживающих в индустриальных странах, имеют застой желчи. А из-за этой проблемы нет нормального пищеварения, и соответственно не усваиваются многие витамины и минералы. Что в свою очередь приводит к проблемам с волосами, с костями, с ногтями и так далее, а также к многим заболеваниям. Каковы же основные причины застоя желчи? Первое. Частый стресс, который сгущает желчь. Второе. Нерегулярное питание. Это когда мы, например, всю неделю питаемся 2 раза в сутки, а потом на выходных едим круглосуточно. Третье. Много жирной пищи в рационе. Многие ошибочно думают, что жирная способствует только оттоку желчи. Однако, если жирного слишком много, то это также приводит к застою желчи. Четвертое. Переедание. И пятое. Недостаточное потребление жидкости в течение суток. Помогают ли ферментные препараты при переедании? Все ваши любимые фисталы, мизимы, холензимы, крионы и так далее упакованы в специальную кишечно-растворимую оболочку. Она кислотоустойчивая, то есть не растворяется в желудке. Дело в том, что ферменты работают в кишечнике, а если они в чистом виде попадут в желудок, то наша соляная кислота их уничтожит. Соответственно, все перечисленные таблетки начинают действовать только после того, когда попадут из желудка в 12-перстную кишку. То есть были вы на шикарном застолье, ели-еле-переели, пришли домой, выпили фистал или мизим. И ферментный препарат начнет действовать только после того, когда вся пища из желудка уже уйдет. А облегчение после приема данных препаратов связано с эффектом плацебо. Моя же рекомендация, просто не переедать, и тогда вам не нужны будут никакие таблетки. В 90% случаев причина тошноты по утрам это заброс желчи в желудок. И не только по утрам, а также и в течение дня и вместе с тем снижение аппетита. В норме желчь из желчного пузыря и желчных протоков должна попадать в 12-перстную кишку и далее идти по тонкому кишечнику. Но есть ряд разнообразных причин, почему желчь попадает в желудок, туда, где она быть не должна. И в самом худшем случае, когда мы находимся в горизонтальном положении ночью, она попадает даже в пищевод. Заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок называется билярный рефлюкс, либо доденальный рефлюкс. Причин этого состояния большое множество, за минуту рассказать не могу. Поэтому более подробно узнавайте в интернете, а также у своих лечащих врачей. Если у вас застой желчи, но вы ленитесь заваривать желчегонный сбор, а также соблюдать диету, то рекомендую обратить свое внимание не на дорогие импортные БАДы и таблетки, а на наш отечественный препарат. Он относительно натуральный и неотносительно недорогой. И также он много лет отпускается в аптеках без рецепта. Его цена за 50 таблеток всего лишь 2 евро, а принимать его нужно 2 раза в сутки, после завтрака и после обеда. Также он рекомендован после удаления желчного пузыря. Как и любое активное желчегонное средство, его нельзя принимать, если у вас есть камни в желчном пузыре. И название этого препарата – Аллахол. Обязательно ли есть суп или без него будет гастрит и другие проблемы со здоровьем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного знать историю супа. Расцвет супоедения начался в первом веке до нашей эры в Китае. В Европе же активно стали есть суп только в 14 веке. А до этого как они там все выживали? У них же у всех был гастрит. На самом деле нету разницы, или мы съедим гречку, мясо и запьем компотом, или мы съедим гречневый суп с мясом. В итоге у нас в желудке и в кишечнике будет мясо, гречка и вода. Раз человечество миллионы лет справлялось без супа, точно так ваши дети и внуки спокойно смогут без него жить. Как это делают современные американцы и китайцы. Но ясное дело, если выбор между супом и чипсами, в таком случае уже лучше выбрать жиденькое. Многие люди имеют застой желчи не потому, что они не едят желчегонных продуктов, или их печень не выделяет достаточно желчи. Не потому, что они мало двигаются или нерегулярно питаются. А из-за того, что их клапан просто не выпускает готовую к выходу желчь. И этот проблемный клапан называется сфинктер-оди. И этот клапан может некорректно работать по большому количеству причин. Но самое распространенное это стресс. Наш организм эволюционно так устроен, что когда мы ощущаем угрозу, тут не до пищеварения, нужно выживать. Поэтому еще советские врачи говорили, не ешь во время стресса, ничего не усвоится. И именно из-за некорректной работы сфинктера-оди, многие люди после еды ощущают боль в правом подреберье. Желчный пузырь хочет освободиться от желчи, сокращается, а клапан не выпускает желчь. Часто, но не всегда, при некорректной работе сфинктера-оди помогает препарат холикрон. Если вы длительное время снимаете воспаление в суставах с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, таких, например, как Найс, увеличивается вероятность изъязвления слизистой ЖКТ. Чтобы этого избежать, ваш любимый Найс или его аналоги, можно чередовать с препаратом из другой группы. Это Димексид гель. Этот препарат также имеет противовоспалительный эффект, однако он не опасен для нашего желудочно-кишечного тракта. Если у вас есть тошнота, особенно по утрам, отрыжка, изжога, метеоризм, ухудшилось состояние кожи, ногтей, волос, и особенно если к этим симптомам еще появилась горечь во рту или ком в горле, то с уверенностью можно говорить, что вы столкнулись с забросом желчи в желудок. Это состояние называется дуоденальный рефлюкс или билиарный рефлюкс. В норме желчь вырабатывается печенью, далее по желчным протокам попадает желчный пузырь и снова по желчным протокам 12-перстную кишку. У вас же желчь забрасывается в желудок, туда, где она быть не должна. Причину этой проблемы много, рассказать за минуту не могу, поэтому более подробно узнавайте у своего лечащего врача, а также в интернете. Суть этого видео не в том, что я буду говорить, а в комментариях к нему. Читайте, там люди написали, как с помощью урсосана они растворили камни в желчном пузыре, либо пытались растворить камни. В комментариях к этому видео мои зрители пишут, как у них, например, камень был 2 см, стал после полугода приема урсосана 1 см. Либо о том, как они наоборот зря потратили время и деньги. Ну и соответственно, если у вас у самих есть опыт по длительному применению урсосана с целью растворения желчных камней, опишите свой опыт в комментариях. Дело в том, что существует стереотип, что камни в желчном пузыре растворить невозможно, и я с помощью этого видео хочу опровергнуть это утверждение. Изначально урсосан и создан для того, чтобы растворять камни в желчном пузыре, и это даже написано в инструкции. Но только на ранних стадиях, когда камни исключительно холестериновые. Все, читаем комментарии. В США провели интересный эксперимент, который показал, можно ли есть, когда мы смотрим телевизор или залипаем в телефоне. Группа студентов в течение недели ели и смотрели видео на YouTube. После этого сдали анализ на панкреатическую эластазу, и эксперимент продолжился. Следующую неделю все приемы пищи происходили один на один с едой. Повторный анализ показал, что поджелудочная железа студентов выделяла гораздо больше ферментов, нежели в первую неделю. Вывод. Когда мы смотрим не в телевизор, а на еду, и слушаем не своих любимых блогеров, а свое жевание, у нас выделяется гораздо больше ферментов. А чем больше ферментов мы выделим, тем лучше переварится пища. А раз переварится, значит и усвоится. И в нас будет больше витаминчиков, минеральчиков, протеинчиков и так далее. Чем больше у вас выделится ферментов, тем лучше переварится пища. А чем лучше переварится пища, тем больше у вас усвоится энергии, минералов, витаминов. Поджелудочная железа выделяет определенное количество ферментов в зависимости от показаний двух датчиков. Один из них находится в головном мозге. Он собирает информацию о том, насколько еда была вкусной, аппетитно выглядела, вкусно пахла. И если пища была на высоте по всем этим показателям, то и ферментов, соответственно, выделится больше. И если вы, например, на завтрак пихали в себя ненавистную для вас кашу, то ни о каком нормальном пищеварении и усвоении речь идти не может. Будут вздутие, метеоризм, тяжесть в животе, быстрая утомляемость и так далее. Поэтому ешьте вкусную еду и только тогда, когда у вас есть аппетит. Давайте в комментариях к этому видео поделимся своим опытом борьбы с хеликобактер пилори. Многие люди не могут решить для себя, стоит ли пить антибиотики или просто снижать кислотность желудочного сока. Нужно ли лечить хеликобактер, если он не беспокоит? Если у вас на биопсии было 3 плюса и вы пили антибиотики, у вас был какой-то результат, либо хороший, либо плохой, опишите кратко, пожалуйста, его в комментариях. А может быть вы избавились от этой бактерии, просто пропив курс амипрозола или перейдя на диету? А может быть вы долго пили антибиотики, а спустя 2 месяца снова обнаружили у себя хеликобактер на тестах? Опишите свою историю и прочитайте истории других людей. Таким образом мы соберем какую-то объективную статистику с участием реальных живых людей. Кофе натощак. Вредно или полезно? Для начала давайте послушаем узкого специалиста по оттоку желчи. Принято кофе запивать еду или пить между едой, но самое оптимальное это стаканчик кофе перед едой. Права она или нет? С точки зрения оттока желчи, естественно, права. Точно так же, если мы натощак съедим перед чили, у нас увеличится отток желчи, так же, как и от кофе. Но если так постоянно делать, то со временем и от кофе натощак, и от чили натощак, мы получим хронический гастрит или хронический панкреатит. Я каждый день работаю с гастритниками, которые пили кофе натощак. Очень плохо, что многие современные медики зашились по своим отсекам и следят только за своей территорией. Нужно рассматривать организм как целостную систему. Кофе нужно пить после завтрака, так вы не получите ни хронического гастрита, ни хронического панкреатита, а также усилите отток желчи. А еще лучше заменить кофе цикорием. Какой анализ на хеликобактер пилори более верный? Кровь на антитела, сразу вычеркиваем, самый неинформативный. Биопсия трудоемкий, не особо точный, да и при том через аппарат ФГДС можно подцепить хеликобактер, даже если его не имели. Итого остаются два самых лучших варианта. Первый, анализ кала на антигены. И второй, 13С, урязный дыхательный тест. Только не забываем, что эти анализы нужно сдавать через 6 недель после того, как вы перестанете принимать антибиотики, либо препараты висмута, типа Денола, Девисмут и так далее. А также Виколин, Викаир и настойку прополиса. Короче, всего того, что подавляет хеликобактер. Самая частая причина – хронической усталости, сонливости, быстрой утомляемости. Когда вроде и выспался, но с самого утра ощущение, что будто бы работал весь день. Сходил в магазин за продуктами и уже устал, уже ничего не хочешь делать. В 90% случаев это состояние из-за застоя желчи. Наша желчь, попросту говоря, содержит в себе яды и токсины. Печень фильтрует кровь и все самое плохое не накапливает в себе, а сливает посредством желчи. Все эти яды и токсины должны с желчью попадать в кишечник и дальше утилизироваться через кал. Но если мы имеем застой желчи, в таком случае желчь не эвакуируется в кишечнике и создается давление в желчном пузыре и желчных протоках. Яды и токсины попадают в кровь и главным образом в наш мозг, поэтому и создается ощущение слабости и утомляемости. Желток из яиц вреден или полезен? По большому счету, желток это единственное полезное, что есть в яйце. Белок яйца это вода и протеин, вот его химический состав. А посмотрите на желток, тут совсем другое дело. Как правильно принимать аллахол? Во избежание заброса желчи в желудок, аллахол лучше принимать только после завтрака и после обеда, после ужина не принимаем. Аллахол это желчегонный препарат, который провоцирует усиление оттока желчи на протяжении нескольких часов после его приема. И ночью, когда пищи в 12-перстной кишке нету, а вы находитесь в горизонтальном положении, желчь часто попадает в желудок. Да, в инструкции написано 3 раза в день, но я вас хочу застраховать от нежелательных последствий. Почему начинаются проблемы с суставами? Суставы смазываются синавиальной жидкостью, она образуется при участии жиров. Понятное дело, что капля растительного масла не попадает в кровь, а потом сразу в суставы. Растительный или животный жир, который попал к нам с пищей, сперва нужно переварить, расщепить и усвоить. Он эмульгируется, разбивается на очень мелкие кусочки и потом всасывается в кровь. В печени жирные кислоты преобразуются и потом уже направляются в суставы. И если вся цепочка отлично работает, то, само собой, никаких проблем с суставами не будет. Но, к сожалению, у большинства современных людей моментик с расщеплением жира хромает. Дело в том, что для расщепления жира необходимо достаточное количество желчи. А большинство из нас на сегодняшний день имеют застой желчи. В результате этой самой желчи в кишечнике не хватает, жиры не расщепляются. И на выходе мы имеем проблемы с суставами. Налаживайте отток желчи. Главная причина проблем с суставами, как ни странно это для вас прозвучит, это панкреатит и застой желчи. В первую очередь именно застой желчи. Для полноценного пищеварения нам нужна желчь и ферменты. Если чего-то из этих компонентов не хватает, а еще хуже, если оба компонента не хватает, то, соответственно, нормального пищеварения нет. Нет пищеварения, значит нет усвоения. И наш организм недополучает минералов, витаминов и других ресурсов. А суставам постоянно нужны новые ресурсы. И когда новых ресурсов становится недостаточно, тогда с суставами начинаются проблемы. Именно поэтому часто мы видим ситуацию, что после удаления желчного пузыря, либо начала панкреатита, у людей появляются проблемы с костями, с суставами, с зубами и так далее. Поэтому не лечите симптом, лечите причину. Избавляйтесь от застоя желчи, а также щадите свою поджелудочную. Старый, как самые старые мамонты, советский препарат до сих пор эффективен. Потому что наши суставы со времен мамонтов не изменили свою структуру. Препарат недорогой, купить его можно в каждой аптеке, но про него забыли. Он и снимает воспаление, и обезболивает, а также помогает вашим любимым найзам проникать внутрь сустава. Применяется 2 раза в сутки, в течение 10 дней. И это димексид. Но для удобства я бы рекомендовал в форме геля. Почему, когда мы добавляем в свой рацион больше сырых овощей и фруктов, у нас появляется вздутие живота? Дело в том, что до этого, как правило, вы питались хлебом, мясом и подобными продуктами. И, соответственно, у вас в кишечнике размножились бактерии, которые питались этой едой. А бактерий, которые питаются сырой растительной клетчаткой, как правило, у вас мало. Поэтому эта самая сырая растительная клетчатка переваривается плохо и вызывает газообразование, метеоризм, вздутие. Если же вы далее продолжите употреблять сырую растительную клетчатку в относительно большом количестве, то есть овощи, фрукты, ягоды, зелень и так далее, то, соответственно, количество микрофлоры гнилостной у вас сократится, а нашей полезной микрофлоры количество возрастет. Но чтобы не было перечисленных проблем с животом, необходимо в идеале добавлять сырые овощи и фрукты постепенно в свой рацион, увеличивая, увеличивая их количество. Меня часто просят назвать бюджетный или относительно бюджетный витаминно-минеральный комплекс, который я мог бы рекомендовать. И в этом видео я его назову, однако хотелось бы напомнить, что и минералы, и витамины гораздо лучше усваиваются, когда мы их получаем из натуральных продуктов. Дело в том, что минерал минералу рознь, и в нашем организме усваиваются гораздо более успешно минералы, которые находятся в органических соединениях. А неорганика усваивается гораздо хуже, либо не усваивается вообще. А как раз таки в аптечных витаминках мы имеем дело с неорганикой. Поэтому более эффективно будет пополнять свои запасы минералов и витаминов из куриной печени и перги. А если же вам принципиально хочется получить витамины и минералы из капсулы или таблеточек, то рекомендую Дуавит. Здесь 8 минералов и 11 витаминов за умеренную цену. Меня часто спрашивают, почему увеличивается кислотность желудочного сока, или почему выделяется слишком много соляной кислоты. Есть две основные причины этого явления. Первая – это банально стресс. Так устроен организм человека, что когда мы испытываем эмоциональное расстройство или возбуждение, у нас выделяется соляная кислота. Лучше бы мышцы росли, но природа распорядилась так. А вторая и самая частая причина увеличения кислотности желудочного сока – это неправильное питание. А точнее, чрезмерное употребление. Жареного, слишком жирного, слишком соленого, острого или кислого. А когда увеличивается кислотность желудочного сока, там уже и размножается бактерия Helicobacter pylori, которая увеличивает вероятность возникновения язвы, эрозии, атрофического гастрита, а также онкологии желудка. При панкреатите очень важно, помимо прочих рекомендаций по фитотерапии, упражнениям и питанию, также очень важно наладить желчоотток. Дело в том, что наша поджелудочная железа работает в тандеме с желчным пузырем. И если желчь поступает в недостаточном количестве, то и ферментов вырабатывается меньше. Именно поэтому при панкреатите часто помогает препарат АЛАХОЛ, хотя АЛАХОЛ вообще никак не связан с поджелудочной железой, казалось бы. Просто это желчегонный препарат, которого многим достаточно, чтобы улучшить желчоотток. Непонятным образом при панкреатите помогает препарат под названием АЛАХОЛ. Это очень недорогой препарат, и вроде бы он не от панкреатита, но тем не менее он тоже помогает. Для доктора непонятным образом, а вы теперь знаете, почему АЛАХОЛ помогает при панкреатите. Вас, наверное, это удивит, но в желудке не переваривается еда, и соляная кислота вообще не расщепляет пищу. То, что мы съели, переваривается в тонком кишечнике, а желудок – это всего лишь резервуар для пищи. Так же, как и желчный пузырь – это резервуар для желчи. Это первая функция желудка – накапливать, а всех их три. Вторая функция – это дальнейшее измельчение. То, что не сделали зубы, доделывают мышцы желудка. И третья функция – это обеззараживание еды. Для этого и существует соляная кислота. Она убивает бактерии, вирусы, грибки. Вы должны понимать, что если бы соляная кислота переваривала пищу, то когда человек принимал бы амипрозол, то пищеварение просто останавливалось бы. Ведь этот препарат блокирует выработку соляной кислоты. Но что делают амипрозол, амезонольпаза, вы уже видите, зная, как работает соляная кислота. Они убирают один из естественных иммунных барьеров. Чтобы избавиться от гастрита, он же воспаления слизистой желудка, в первую очередь нужно снизить кислотность желудочного сока. Это можно сделать несколькими путями. Один из самых простых – это прием амипрозола. Однако минус этого варианта в том, что долго принимать амипрозол опасно для здоровья. Поэтому самым эффективным и безопасным способом будет соблюдение диеты. Диеты номер один от гастрита. Также дополнительно, желательно за полчаса до еды, утром натощак, выпивать стакан ромашки. Завариваем два фильтры пакета на 200 мл кипятка. Питаемся пять раз в сутки небольшими порциями. Ни в коем случае не переедаем. Пища вся должна быть теплой, не горячей и не холодной. Обязательно исключаем жареное, острое, кислое, слишком соленое и слишком жирное. Вот как должна выглядеть овсянка из овсяных хлопьев, если у вас обостренный гастрит, язва или эрозия. То есть варим овсяные хлопья 1 к 3 и далее измельчаем погружным блендером. При воспалении слизистой желудка или 12-перстной кишки важен не только состав пищи, а также и ее консистенция. Одна из основных функций желудка это, скажем так, дожевывать пищу. Но когда слизистая воспалена, он этим заниматься в полной мере не может. Поэтому помогайте своему желудку с помощью блендера, хотя бы в период обострения. Дорогие мои дорогие, если вы хотите обратиться ко мне за консультацией по снижению веса или по язву гастрит и эрозия, пожалуйста, не пишите об этом в комментариях под видео. Вероятнее всего я все равно этих комментариев не увижу. Пишите мне в телеграм, как я это сказал в ролике. Телеграм мой называется собака-здоровоед7. Для тех, кто не в курсе, телеграм это такой мессенджер. Это никак не связано с телеграмами или почтой, марками, конвертами. В поиске набирайте собака-здоровоед7 и пишите, здравствуйте, хочу похудеть. Если по гастриту, то здравствуйте, я по гастриту или по язве, по эрозии. Я-то стараюсь читать комментарии, а также на них отвечать. Но вы поймите, у меня сразу и тикток, и инстаграм, и ютюб, и все комментарии прочитать и ответить просто нереально. Что делать, если ощущение, что стоит желудок? Пища плохо переваривается, либо ощущение, что не переваривается вообще? У этого состояния есть основные четыре причины. И в первую очередь необходимо выяснить, какая из этих причин конкретно у вас. Первый вариант – это атрофический гастрит. Чтобы его исключить, делаем ФГДС с биопсией. Второй вариант – недостаточность ферментов поджелудочной железы. Чтобы его исключить, сдаем анализ кала на панкреатическую эластазу. Третий вариант – банальный застой желчи. Чтобы его исключить, делаем узи брюшной полости. Четвертый – гастрит с повышенной кислотностью. Когда слизистая желудка воспалена, так же это может приводить к тому, что желудок не выполняет полноценно свои функции. Для его исключения делаем обычную ФГДС. А таблетки типа мотилиум или ганатон будут только убирать симптомы, но не лечить вашу болезнь. Самый желчегонный продукт, который на тестах обошел даже масло расторопши. Уступает он только маслу черного тмина, но масло черного тмина – это не продукт, но это же невкусно. А этот продукт и вкусный, и недорогой, и доступный. Ну как вкусный? У всех вкусы разные, но все-таки. Купить его можно на рынке, самостоятельно засолить. И вы уже догадались – это сало! Почему я так часто говорю о застое желчи и о том, что обязательно нужно с ним бороться? Это не от того, что мне не о чем больше рассказать. На моем канале множество видео на различные тематики. А дело в том, что большинство проблем со здоровьем современных людей связано именно с желчью. А точнее, с застоем желчи и его последствиями. Я не продаю никакие курсы по оттоку желчи. Я не приглашаю вас на свой телеграм-канал. Я просто хочу, чтобы вы копали в правильном направлении, а не бесконечно боролись с симптомами. Сейчас в интернете полно информации, как бороться с застоем желчи. А также множество специалистов, которые могут вас сопровождать и курировать. Моя задача – это просто обратить внимание на эту проблему. По статистике, люди, которым удалили желчный пузырь, живут на 4 года меньше, чем те, у кого этот орган на месте. Почему удаляют желчный пузырь? Потому что там, как правило, образовались камни, притом большого размера. Растворить их уже нельзя, а удалить без удаления желчного пузыря практически невозможно. А если не получится, то через год приблизительно придется все равно делать операцию по удалению желчного пузыря. Жить с этими камнями тоже обычно не вариант, потому что мучает калькулезный холецистит. А почему же у нас образовались камни? Очень просто – из-за застоя желчи. О причинах застоя желчи я уже рассказывал, не будем повторяться. Одно лишь хочется сказать. Надо бороться с застоем желчи. Не допускайте, чтобы у вас со временем образовались камни. И даже если ваш желчный пузырь удалили, все равно можно продлить жизнь за счет налаживания желча оттока. Как точно можно узнать, получится ли в вашем случае растворить камни в желчном пузыре с помощью урсосана, или поможет только операция по удалению желчного пузыря? Дело в том, что урсосан может растворить только неплотные камни, которые состоят из холестерина, но никак не из билирубина или кальция. А чтобы узнать, какая плотность ваших камней, нужно пройти следующее обследование. Мультиспиральная компьютерная томограмма по определению плотности камней по шкале Хаунсфилда. Меня часто спрашивают, почему раньше, до 40 лет, я ела, что хотела, не занималась спортом, не следила за своим здоровьем, и не было никакого атеросклероза, и не образовывались камни в желчном пузыре. А дело в том, что атеросклероз – это избыток холестерина в крови, камни в желчном пузыре – это избыток холестерина в желчи. А женские половые гормоны активно препятствуют появлению лишнего холестерина и в крови, и в желчи. Но их концентрация после климакса резко снижается. Короче говоря, пока вы можете рожать, природа вас максимально защищает от всяких проблем со здоровьем. Но после климакса, как это не страшно прозвучит, вы эволюции не особо-то и нужны. Ну не расстраивайтесь, мы и не нужны уже с 30. Вывод. После 40 девочкам нельзя забивать на здоровье. Нужно очень серьезно подходить к этому вопросу. Халява кончилась. Полипы в желчном пузыре – это разрастание поверхности слизистой органа. Или, скажем так, холестериновый нарост на стенке желчного пузыря. То есть полипы бывают несколько видов. Одни более безопасные, другие менее. И те, которые более опасные, могут становиться злокачественными. Но таких всего лишь около 20%. Большинство же полипов в желчном пузыре – это холестерин. И суть такого полипа такая же, как у камня. Только разница в том, что он, скажем, приделан к стеночке. А в таком случае и относимся к ним так же, как и к камням. То есть пытаемся растворить с помощью урсосана в течение полугода на ночь. Удалить полип, к сожалению, нельзя. Только с удалением желчного пузыря. Но такая операция производится в том случае, если полип более 10 мм. Так же, если он быстрорастущий, либо полипов очень много. Если у вас удален желчный пузырь, это не значит, что вы избавились от застоя желчи. Ранее просто желчь застаивалась у вас в желчном пузыре, а теперь в желчных протоках. Желчекаменная болезнь не исчезает после удаления желчного пузыря. И появляется она не с появлением первых камней. Желчекаменная болезнь – это в первую очередь изменение физико-химической структуры вашей желчи. Желчь густеет и насыщается холестерином. И после удаления желчного пузыря это не исправляется. Поэтому людям с удаленным желчным пузырем еще более активно нужно заниматься желчооттоком. Мне часто задают вопрос, почему после удаления желчного пузыря сохранились все симптомы застоя желчи. Ответ – с удалением желчного пузыря вы не убрали у себя желчекаменную болезнь. Ранее застой желчи был в желчном пузыре, теперь в желчных протоках. Желчекаменная болезнь – это в первую очередь изменение физико-химической структуры желчи. Желчь становится более густой и насыщается холестерином. А вы просто избавились от резервуара, который накапливал желчь. От этого не изменилась физико-химическая структура вашей желчи. Поэтому, как правило, с удалением желчного пузыря не заканчиваются проблемы, а только еще начинаются. После удаления желчного пузыря становится еще более важным наладить нормальный желчоотток. Подробно о жизни после удаления желчного пузыря я рассказываю на своем YouTube-канале в видео «Если удален желчный пузырь». Мой канал в YouTube также называется «Здравоед». Удаление желчного пузыря – это не борьба с желчекаменной болезнью, это скорее ликвидация последствий этого процесса. Почему же удаляется желчный пузырь? Дело в том, что отдельно камни из желчного пузыря удалить невозможно. Либо если мы их удаляем, то повреждаем сам желчный пузырь, и он не может нормально функционировать. И со временем все равно его придется удалить. Поэтому, чтобы не допустить, чтобы камни закупорили протоки желчные, а также, чтобы не было постоянного воспаления в желчном пузыре или калькулезный холецистит, выбирается стратегия удаления желчного пузыря. Но после удаления этого органа желчекаменная болезнь продолжается, потому что физико-химическая структура желчи не стала лучше после его удаления. И теперь камни могут образовываться в желчных протоках, и застой желчи никуда не делся. Поэтому обязательно занимайтесь нормализацией оттока желчи. Если болит желудок, не надо ничего пропивать. Для начала нужно сделать ФГДС, чтобы узнать, болит ли это желудок, либо что-то другое. А если желудок, то по какой причине? Если же вы не имеете доступа к медицине или живете в Европе, где ФГДС приходится ждать по полгода. В таком случае имеет смысл временно пособлюдать диету. Диету номер один от гастрита. Ее можно найти в интернете. Наберите стол номер один от гастрита или диета номер один. Ну и если вы не можете сделать ФГДС, и в то же время вы очень слабохарактерный человек и не можете соблюдать диету, в этом случае можно попробовать пропить омепрозол в течение двух недель. И диета, и омепрозол должны показать свою эффективность приблизительно за две недели. Пересылайте это видео своим знакомым, которые хотят похудеть. Да не просто похудеть, а похудеть без тренировок, без отказа от сладкого и жирного и без чувства голода. Вот для примера наш средний результат. Оксана обратилась в 24 мая, ее вес составлял 110 килограмм. Давайте посмотрим, как она худела. 109, 108, 107, 106, 105, 103. И вот ровно через месяц, 25 июня, 102,5 килограмма. Итого за месяц она похудела на 8 килограмм. Если вы хотите, чтобы в следующем месяце точно так я показывал ваши результаты, пишите мне в телеграм. Мой телеграмм здравоед7. Пишите, здравствуйте, хочу похудеть. Диету подбираю индивидуально, в зависимости от диагноза, вкусовых предпочтений и режима дня. Консультация проходит в виде созвона в телеграмме, длится около получаса. Если пропускать завтрак, то появятся камни в желчном пузыре. Миф или правда? Давайте прочитаем комментарии под одним из моих видео на эту тему. Мне 53 года, практически не завтракаю всю жизнь, камней нет. Наоборот. 55 лет, завтракала всегда, желчного нет. Мне 56, завтраки пропускала, камней нет. Мне 73, всю жизнь кушала утром, но камни есть аж 10 штук. Можете сами зайти на это видео про завтраки и почитать комментарии. Конечно же, есть люди, которые завтракают и у них нету камней. Но это не отменяет самого главного вывода. Нет прямой зависимости между завтраком и образованием камней в желчном пузыре. И опять-таки, я не говорю, что нужно всем переставать завтракать. Просто не стоит этого делать, если вам не хочется. А от чего на самом деле образуются камни, мы разберем в следующих видео. После климакса, как правило, на женщин обрушивается лавина из болезней. Это связано с тем, что женские половые гормоны перестают защищать свою хозяйку, из-за того, что их просто выделяется меньше. Меньше половых гормонов, больше холестерина в крови и желчи. А тут привет камни в желчном пузыре, атеросклероз, гипертония и так далее по списку. Поэтому наступление климакса желательно оттянуть. Чтобы климакс наступил попозже, необходимо 1. Физическая активность, спорт, физкультура и так далее. 2. Правильное питание. 3. Регулярная половая жизнь. 4. Нет партнера много лет. Привет, ранний климакс. Ну и четвертое. В идеале периодически рожать детишек. Почему минеральная вода часто помогает при гастрите и изжоге? В минералке много чего. Правильно, минералов. Притом минералов каких? Щелочных. А щелочь нейтрализует кислоту. А главная проблема при изжоге, при гастрите – это увеличенная кислотность желудочного сока. То есть соляной кислоты слишком много. Минералы ее немножко нейтрализуют. По большому счету это то же самое, что пить соду, только сильно разбавленную соду. Я к тому, что эффект будет плюс-минус такой же, только менее выраженный. Понятное дело, что антоциды типа Гастал или Рени намного более эффективны. Также более эффективны и ингибиторы протонной помпы. Но если кислотность повышена незначительно, то да, действительно, многим помогает обычная минералка. Она не решит проблему полностью. Проблему полностью решает, как правило, диета и избавление от стресса. Чем опасен длительный прием амепрозола? Начать хочется с того, что раз природа нас создала с соляной кислотой, значит она нам для чего-то нужна. Длительный прием амепрозола, нольпазы, амеза и других ингибиторов протонной помпы вызывает. Первое. Синдром избыточного бактериального роста. Одна из функций соляной кислоты – это не позволять проникать бактериями с толстого кишечника в тонкие, когда недостаточно соляной кислоты, этой защиты нету. Второе. Увеличивается вероятность возникновения хронической печеночной недостаточности. Исследование 2017 года Калифорнийский университет Сан-Диего, США. Третье. На весь период приема ингибиторов протонной помпы снижается иммунитет. Дело в том, что соляная кислота является иммунным барьером, который защищает нас от вирусов, грибков и бактерий, которые попадают к нам в организм с пищей. Нет или недостаточно соляной кислоты – нету и защиты. Давайте уже, наконец, закроем тему, можно ли пить во время еды. И начать хочу с вопроса к тем, кто говорит, что это вредно. А скажите, суп – это разве не вода с едой? И не только суп – это вода с едой. Также овощи, фрукты на 90% приблизительно состоят из воды. Также более половины состава гречневой каши, либо рисовой каши – это также вода. И список можно продолжать, но не стоит. Дело в том, что стенки желудка имеют такую форму, что они отлично позволяют проходить в воде мимо еды. Жидкость задерживается в желудке в среднем около 15 минут. И вообще не важно, разбавили вы соляную кислоту или нет, потому что соляная кислота не переваривает пищу. Соляная кислота обеззараживает попавшее в желудок. Ну и заодно активизирует фермент пепсин. А переваривается пища в тонком кишечнике. Поэтому смело можете запивать пищу. 5 главных врагов нашей поджелудочной железы. Если не отказываетесь, то как минимум максимально сокращайте эти факторы риска. Дело в том, что поджелудочная железа – это наш ключ жизни. Пока он бьет, мы живем. Когда он начинает бить слабее, мы начинаем болеть. Когда он затухает, мы умираем. Итак, вот этих 5 самых главных врагов нашей поджелудочной железы. Кофе натощак, шоколад, алкоголь, жареное и синтетические лекарства.